Этот медведь появился в одном из Бобруйских дворов не случайно. Во время урагана многолетнее дерево дало трещину и заставило поволноваться сразу жителей домов за свою безопасность, а позже коммунальников. После падения нужно было как-то облагородить место. Вячеслав в это время устраивался на работу в дом управления. Медведь сыграл роль резюме. Фантазию приняли. Мужчину взяли на работу. Кэспенопласт сделал и где-то это сантиметр примерно. А штукатурил плиточным клеем. Он не боится ни мороза, ни осадков. И акриловыми красками, фасадной краской. То есть дождя не боится. Будет стоять год, два, три, четыре, пять. Профессиональный строитель всю жизнь в творчестве. Пишет картины, лепит из глины, увлекается по пьемаше. У Вячеслава нет своей мастерской. Творит в обручении чаще по ночам, перед работой. Произведение дарит знакомым. В доме оставляет только самые любимые. Репродукции собственного исполнения, картин знаменитых русских живописцев, иконы Божьей Матери из пластилина и совсем эксклюзивные, из подручных средств. Я взяла тряпку, черная тряпка обыкновенная, такая какая-то махровая, типа как полотенце. И я ей вытерла, вытерла ее воду и оставила. Он пришел в ванну и говорит, так, не трогай тряпку. Посмотрел со всех сторон, сказал, не трогай тряпку, никто не подходите, не трогайте. Сейчас я ее аккуратненько на фанерку сниму. Славик, что ты там увидел, увидишь. Спустя неделю на стене уже красовалась новая работа. Дама без имени. А Вячеслав принялся за новую. Вскоре медведю на Пушкина в соседнем дворе составит компанию «Волк». Он будет таким же веселым и приветливым. Точные сроки мастер не оговаривает, пока предлагает познакомиться с другими достопримечательностями города. Бобер на входе в детский парк и в арке на социалистической. Дело его рук. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.